Всем привет! Сегодня мы продолжаем рассказ об истории Blizzard, а если точнее, их игр на ПК. В этом выпуске будут игры, чья известность частично является заслугой мультиплеерного режима, потому прежде чем продолжить рассказ, мы поговорим о том, как же создавался сервис Battle.net. Тот сервис, что позволял без лишних технических сложностей играть с друзьями в любимые игры. Видео создано на основе статей портала PC Gamer, ссылки на которые вы как всегда сможете найти в описании. Все началось, как ни странно, с неожиданной комбинации индусской богини и монополии. В 1995 году Blizzard высоко поднялись, благодаря успеху Warcraft 1 и Warcraft 2. После нескольких лет переработок под Super Nintendo, они внезапно вышли в высшую лигу. Однако во втором Warcraft не хватало одной вещи – поддержки игры по мультиплееру через интернет. Пока геймеры, как всегда, находили креативные решения даже с самым трудным техническим проблемом. Сегодня Battle.net предоставляет десяткам миллионов игроков доступ ко всем играм Blizzard, от StarCraft 2 и до Overwatch'а. Трудно поверить, насколько скромное начало было у Battle.net в действительности. Изначально он буквально запускался на единственном сервере – на ПК под столом в штаб-квартире Blizzard. Но 21 год назад никакого Battle.net еще и не существовало. Планы только созревали, пока они занимались разработкой следующей игры Blizzard. Разработка Battle.net шла рука об руку с разработкой Diablo. Еще до запуска Diablo они знали, что в нем уже будет Battle.net. Многое из того, что должно было поддерживать мультиплеер в Diablo, являлось функциями, необходимыми для введения в Battle.net. В те времена игры через интернет были не просто в новинку. Это было сложно. В 1995 году Америка Онлайн, крупнейший провайдер в США, требовал почасовую оплату, а Microsoft только выпустили первую версию интернет-эксплорера. Многие мультиплеерные игры использовали локальную сеть или соединялись с помощью двух компьютеров, подключенных кабелем через модем, что было сделать совсем непросто. Сервисы вроде Kali, который жив по сей день, попросту обманывали игры, предназначенные для локальной сети, чтобы те передавали данные через интернет. Однако все это нужно было настраивать, и не со всеми играми выходило все так гладко. Естественно, это был не единственный подобный сервис. Среди остальных можно выделить M-Player, TEN и еще было Westwood Chat, через который можно было играть в Монополию. Сервис Kali работал и со вторым Варкрафтом, но из-за того, что данные должны были быть синхронизированы между игроками, задержка плохого диала об соединения могла все испортить. Когда же Blizzard начали строить собственную сетевую платформу, им пришлось найти способ, как обойти эту проблему. В то время у Blizzard еще не было такого опыта, как сейчас. Им очень хотелось с этим разобраться и понять, как это сделать, потому они учились на ходу. По мере своей работы, успехов они достигали так же часто, как и допускали оплошности. Из-за появляющихся технологий возникали новые трудности и испытания. Иногда им даже казалось, что они наконец одержали победу, но затем происходило что-то плохое, и они переигрывали события вчерашнего дня по новой. У Blizzard есть склонность перегонять комплексные жанры в более доступные и доработанные. Сравните, например, World of Warcraft и EverQuest, или Heroes of the Storm и Dota. Такой же подход 20 лет назад они использовали при разработке игровой онлайн-платформы. Они хотели создать бесплатную и простую онлайн-платформу, чтобы это был не сервис, а дополнение. Секрет успешности Battle.net в ранние дни проявлялся в том, насколько он был простой, но, что самое важное, он был дешевый. Diablo, запущенный в декабре 1996 года, использовал пиринговое подключение. То есть система одного игрока была хостом, а остальные являлись бы клиентами. Это обычная схема, которая сейчас повсеместно, хоть и не везде, была заменена выделенными серверами. Battle.net же напоминал скорее классную чат-комнату. Никаких аккаунтов тогда и не было. Можно было зайти под одним ником, выйти и вернуться под другим, но без выделенных серверов эта платформа была слишком скудной. В ранние дни Battle.net текстовый чат был его основной фишкой. В конце 90-х онлайн-чаты были еще совсем в новинку, и самый простой способ найти друзей, с которыми можно было отправиться в путешествие, это запустить Diablo и начать общаться с другими игроками. Правда, и списка друзей тогда еще не было, и такое преимущество появилось гораздо позже. В начале Battle.net был совсем скудный, потому что Blizzard исправляли проблемы по мере их поступления. К тому же у них не было возможности работать с продвинутыми технологиями. Тогда у них не было огромных бюджетов, чтобы свободно работать, ведь они только поднимались. На самом деле Battle.net был настолько скудным, что в 1997 году Роб Бриденбекер, вице-президент технологической стратегии и планирования, загрузил копию программы на свой ноутбук, чтобы показать StarCraft на мировой премьере в Сиэтле. На ноутбуке были запущены все сетевые службы для всех матчей Старкрафта. И на открытии события он передавал данные на первичный сервер Battle.net. И при этом все работало прекрасно. Неплохо для ноутбука, который, вероятно, был ничуть не лучше того, что использовал Чендлер из сериала «Друзья» при составлении таблиц в 1995 году. «Да вы посмотрите, какое железо! Память 24 мегабайта, жесткий диск 2 гигабайта, встроенный скоростной модем, CD-ROOM и фракрасный порт». «Здорово! А что ты будешь на нем делать?» «Что-что, в игры играть?» Но первой ошибкой Battle.net'а Blizzard была доверчивость к клиентам на ПК. Сохранения персонажей в Diablo хранились на локальных машинах, что позволяло игрокам взламывать их перед тем, как идти в онлайн. Читеров было столько же, сколько приспешников у Diablo. Но Blizzard быстро учились. В Старкрафте они отказались от хаоса полной анонимности, добавив систему аккаунтов. Во втором Diablo они уже перешли на систему выделенных серверов и сохраняли профили персонажей на стороне сервера, ограничивая, хоть и не искореняя, деятельность читеров. Battle.net постепенно перешел на более продвинутые технологии, и Blizzard стали использовать собственные серверы, чтобы хостить игры, а не только каналы для чата. К выходу третьего Варкрафта, спустя несколько лет, регистрация имени на Battle.net стала настоящей проблемой, решение которой им пришлось искать. Бриденбекер рассказывает, что количество бобов в мире значительно переросло в способ напечатать боб, и этот факт их слегка огорчал. Поэтому они решили сделать отдельное пространство имен для Варкрафта 3. Можно увидеть закономерность их метода и по сей день. Они добавляли W-решетка в начало, а потом уже шло отображаемое имя. Они немного похимичили на внутреннем сервере, чтобы все это работало. Но примерно во времена Варкрафта 3-го они подходили к ограничениям инфраструктурного сервиса классического Battle.net. Следующим крупным запуском для Blizzard был World of Warcraft в 2004 году. Однако в этой ММО использовался собственный лаунчер, без встроенного Battle.net. Количество подписчиков в ВОВа росло и росло, и превысило 10 миллионов игроков. В это время Battle.net и другие франшизы Blizzard по большей части оставались бездейственны. Когда же наступил 2009 год, Blizzard анонсировали крупные обновления своих онлайн-сервисов Battle.net 2.0. Он, наконец, был интегрирован в World of Warcraft спустя пять лет после запуска. Аккаунты ВОВ и Battle.net были объединены, позволяя общаться между серверами и между играми. На самом деле, Battle.net 2.0 был скорее даже сиквелом, а не обновлением. Blizzard построили совершенно новую сетевую инфраструктуру и рейтинговую системы, которые существовали наряду с классическим Battle.net, из-за чего старые игры вынуждены были использовать устаревшую версию. Изначально все должно было работать иначе. Заведующий проектом Грег Канесса, который вел команду по разработке Xbox Live до работы в Blizzard, рассказал, что когда Battle.net 2.0 только разрабатывался, Blizzard искали способ обновить классические игры до нового сервиса. У них были и другие планы, которые не были реализованы. Blizzard построили множество аспектов дизайна нового Battle.net на сценариях вроде доты. Они хотели помочь комьюнити, упростив создание новой доты для StarCraft 2. Для них это было одной из целей в дизайне. StarCraft 2 должен был выйти вместе с торговой площадкой, которая позволила бы торговать модами и картами, однако этого тоже не осуществилось. В 2010 году Blizzard встретились с очень негативной реакцией на планы интегрировать систему, использующую реальное имя на форумах Вова, и быстро отказались от этой идеи. Однако реальные имена остались в Battle.net. Сложно критиковать удобство общения с другом, играющим в Хардстоун, пока вы сами фармите в Вове или доигрываете партию в Overwatch, чтобы пригласить его поиграть в Diablo 3. Однако все эти удобства Battle.net 2.0 обошлись ценой многих идей Blizzard из 90-х годов. Diablo 3 – это постоянная онлайн-игра без поддержки модов. В StarCraft 2 нет поддержки локальной сети и запланированной торговой площадки, однако там остался редактор и аркадный режим, которые продвигают моды и карты комьюнити. Вероятно, мы еще много подобного увидим от Blizzard в будущем. Что же касается Battle.net, то его 20-летнее существование подойдет к концу, по крайней мере в названии. Основополагающие сетевые сервисы никуда не денутся, но Blizzard планирует оставить название Battle.net и заменить его на Blizzard Tech, более взрослый символ онлайн-системы. Это горькая перемена, когда уже знаешь, какой путь прошел Battle.net. Сегодня .net может показаться странной, однако в 1995 году Blizzard пришлось его отвоевывать. Роб Бриденбекер рассказывает, что им пришлось нехило так попотеть, чтобы заполучить название, потому что домен верхнего уровня .net был зарезервирован для компаний с инфраструктурой и провайдеров. Им пришлось писать заявление руководящему органу домена верхнего уровня, где они рассказывали о том, что они собираются сделать с Battle.net, а именно создать игровой сервис, чтобы им позволили взять этот домен. Это было вполне сознательное решение. При этом они обдумывали и парочку других названий, например, одним из них был Storm.net, но Battle.net им понравился куда больше. Но почему Battle? Все довольно просто и в духе Blizzard. Они решили, что это очень круто. Battle.net не только помог людям находить друзей в играх, он вместе с игрой от Blizzard 1998 года также способствовал становлению киберспорта на мировом уровне. Но перед этим они успели выпустить еще один, последний для компании платформер. The Lost Vikings 2, или North by Northwest, The Return of the Lost Vikings, 1997 года. The Lost Vikings 2 запомнилась в первую очередь как игра под Super Nintendo, несмотря на то, что к тому времени уже прошел год, как вышла Nintendo 64. Blizzard разрабатывали версию под Super Nintendo самостоятельно, а работу над версией под ПК, Sega Saturn и PlayStation они предоставили австралийской студии Beam Software. На Super Nintendo сиквел имел такую же пиксельную рисовку, но Beam Software заменили ее более современной трехмерной графикой, как в играх вроде Donkey Kong Country. В ПК-версии также был новый саундтрек и новая озвучка. Самое забавное, что обновленная графика была чуть ли не передовой на то время, но в ретроспективе она выглядит просто ужасно. Возможно, всему виной недавний всплеск популярности пиксельных игр, но оригинальные Lost Vikings выглядят все так же хорошо или даже олдскульно. Однако стильный внешний вид сиквела на ПК выглядит, откровенно говоря, убого 20 лет спустя. Это был последний платформер, сделанный Blizzard, и стал заключительной игрой, делавшейся под консоли, пока не вышел Diablo 3 16 лет спустя. Также интересно, что это была последняя игра студии, в которой не было какого-либо онлайн-мультиплеера. Blizzard уже сделали первые два Варкрафта, первый Diablo, и годом позже собирались выпустить первый StarCraft, поэтому The Lost Vikings 2 стали настоящим последним оплотом былых дней кампании. От Blackthorne осталась лишь отметка в страницах истории Blizzard, а к The Lost Vikings 2 мы даже не смогли найти ни одной цитаты от бывалых разработчиков. Вообще, Blizzard даже полностью убрали игру из официальной хронологии. Поистине, три викинга навсегда потерялись во времени. StarCraft 1998 года Без StarCraft не существовало бы киберспорта, каким мы его знаем сегодня. Соревновательные игры, конечно, никуда бы не делись, но вы можете отследить нить сегодняшних крупных турниров, собирающих стадионы, к StarCraft и его дополнению Brut War. Они стали национальным времяпрепровождением Южной Кореи более 10 лет назад, и в него играют по сей день. Довольно неплохое достижение для игры 18-летней давности уходящего жанра. Изначально это должен был быть всего лишь небольшой проект на движке Warcraft 2, но в итоге StarCraft стал тяжелым трудом для Blizzard, а его разработка слишком затянулась. Отсюда и начались небезызвестные задержки игр от Blizzard, чтобы доработать их до совершенства. И оно того стоило. Игра продалась миллионами копий, и после таких усилий разработчики Blizzard получили достаточный опыт, чтобы предоставлять безупречные игры. Удивительно, что Brut War вышел в том же году, что и StarCraft, всего 8 месяцами позже. StarCraft и Brut War стали значительным шагом во внедрении сюжета в кампании, и к различию сюжетных заданий. Однако прославилась игра своим безумно востребованным мультиплеером. Боб Фич рассказывает, что они просто сделали из фэнтези sci-fi фэнтези. Поэтому они собирались еще больше разнообразить эту идею с sci-fi фэнтези и сделать научную фантастику. У них была куча идей, и в то время они сильно интересовались поп-культурой, фильмами, телесериалами, откуда и были взяты большинство идей. Поэтому разработчики стали записывать все идеи подряд. Они лишь делали то, что им нравилось, а если это нравилось всем, то это просто супер. Но в первую очередь они хотели сделать игру, которой можно было бы наслаждаться. Касалось ли это денежной выгоды? Они даже и не думали сделать на этом деньги, и не были нацелены на что-то конкретное. Боб Фич также рассказал, что часто работал над игрой более суток подряд. Тогда у них были другие ценности. Они проводили долгие часы за работой, потому что были молоды и хотели делать только лучшие вещи. Поэтому время им было нипочем. Так они работали столько времени, сколько хотели. Иногда он тратил 35, а то и 40 часов к ряду. Его никто не заставлял работать над этим, ему просто хотелось сделать все идеально. И когда его смены по 30-35 часов закончились, единственное, чего он хотел перед тем, как пойти домой и лечь поспать, это сыграть в эту игру. Именно в этот момент он и осознал, что игра станет успешной. Диабло 2, 2000 год. По заявлению Эриха Шефера, сооснователя Blizzard North, они без официального согласования просто начали делать новые штуки под Диабло 2. В этот раз был не один город и подземелье. Действие в Диабло 2 разворачивалось на протяжении четырех актов. Начало было в землях около Тристрама, далее вы отправлялись в Лудгалейн в пустыне, потом в Кураст в джунглях и заканчивали в аду. Игра была более сложная и лучше предназначалась для совместного прохождения. Всего за несколько недель свыше миллиона игроков нахлынуло в пустоши и катакомбы Диабло 2. При этом онлайн-серверы поддерживались вновь запущенным батлнетом. Первой части Диабло была серьезная проблема с читерами, и сделать вторую часть, по словам разработчиков, было единственным способом это исправить. Вторая игра совершила настоящий скачок. Они изменили архитектуру серверов так, чтобы все данные оставались на серверах. Поэтому это была потоковая передача данных, а не просто соединения. Архитектура подразумевала связь клиента с сервером, а не между клиентами. Они также отчетливо отделили одиночную игру, у которой были локальные данные, и пытались сделать серверные данные для мультиплеерных игр. Однако плоды это принесло только во втором Диабло. Сегодня, конечно же, все так делают, но в те времена им приходилось чуть ли не по палкам разжигать огонь. Это было в новинку. Еще в интерфейсе Батлнета была такая функция, как Чат Гем. Вы могли кликнуть на самоцвет, и он менял цвета с соответствующим звуком. Очень долгое время все геймеры тыкали на него и спекулировали на тему того, что же он делает. Если на него нажать, то высвечивается надпись Чат Гем активирован. Если нажать еще раз, то вы увидите Чат Гем выключен. Дело в том, что Чат Гем не делал ничего. Это просто забавная штуковина в интерфейсе, которая породила все эти спекуляции. Например, если нажать на него 666 раз, то появится секретный уровень. Или, если долго кликать на него, то он издаст определенный звук, и вы получите особые предметы. Ну и все в таком же духе. Но это был довольно забавный социальный эксперимент, чтобы посмотреть, что же все-таки придумают игроки. Дизайнер Эрих Шафер рассказал, что они никак не могли сбалансировать бой против Диабло, не проходя всю игру целиком до этого момента. Потому что они не могли предсказать, какого рода снаряжение будет у персонажа, или какой путь он выберет в древе умений. То есть, каждому из них пришлось играть по 20 или 30 часов за каждого из персонажей, перебирая различные умения и снаряжения. Вместе с третьим Варкрафтом, второй Диабло помог определить культуру онлайн-игр в начале 2000-х, а Blizzard стали издателем, нацеленным на онлайн, за 4 года до выхода World of Warcraft. Локальные игры оставались важной частью, но за Баттлнетом было будущее. К сожалению, не считая дополнений Lord of Destruction, Диабло 2 стала последней игрой Blizzard North. И хотя об этом мало сказано в официальных источниках, но Blizzard отказались от идей студии на Диабло 3. Blizzard North закрылась в 2005 году. На этом мы заканчиваем вторую часть истории игр Blizzard для ПК. Возможно, в этом видео мы уделили слишком много внимания истории Баттлнета, но важность этого сервиса для истории кампаний огромна, потому он заслуживает место в этом перечне успехов Blizzard. В следующей заключительной части мы расскажем о всех оставшихся играх кампании, которые превратили ее в гиганта индустрии. Потому ждем вас на нашем канале в следующее воскресенье. Ну и как всегда, если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк и поделиться с друзьями. Спасибо всем за просмотр и увидимся в следующем видео. Субтитры создавал DimaTorzok